МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102. Новостях Волгограда и области. Ученые выявили самые любимые места кровососущей мошки и назвали самое подходящее время для дезинфекции в преддверии чемпионата мира. Для болельщиков первого тестового матча на Волгоград-арене подготовили развлекательную программу. Сам стадион пока в кольце строительных работ. Городские архитекторы озаботились внешней гармонией волгоградских фасадов. Депутатам предложили рассмотреть документы о согласовании облика объектов. Месячник чистоты по Волгоградске и управляющей организации по сложившейся традиции выставляют счета, но не исполняют обязанности. Сегодня высота 102 вместе с региональным отделением «Зеленого патруля» приступила к экологическим рейдам в районах Волгограда. Первые результаты показали, что ни управляющие организации, ни многие перевозчики мусора, судя по всему, не проснулись от зимней спячки. Как, например, ООО «ЖЭК» Краснооктябрьского района. Там мусор, и там мусор, и там мусор. И у нас никто этот мусор не убирает. Мы за него платим, а машина вон туда подъедет, соберет и все, больше ничего. Я не знаю, не убираются ни подъезды наши, ничего. Хотя мы за все это платим деньги. На сегодняшний день в Волгограде с вывозом ТКО все очень непросто. В некоторых дворах мусоровозы не появляются месяцами. Горы отходов ждут своего часа. Высота 102 будет следить за ситуацией. Паводок Волгоградской области идет на спад. По прогнозам, вода полностью уйдет из подтопленных поселков через неделю. Но режим ЧИЭС, объявленный в регионе 4 апреля, по-прежнему действует. Сегодня сложившаяся ситуация подробно разбиралась на рабочем совещании в администрации региона. В первую очередь речь шла об оказании материальной помощи гражданам, чьи дома пострадали от паводка. На сегодняшний день у нас есть данные по большинству населенных пунктов, по большинству домовладений, по большинству семей, которым необходимо оказать помощь и поддержку. Но, уважаемые товарищи, обращаю ваше внимание на документальное подтверждение, повторюсь, документальное подтверждение ущерба. У нас завизированы определенные средства в нашем резервном фонде по случаю ликвидации последующей ситуации. Мы внимательно будем рассматривать действие в области на ЧИЭС и принимать решения. Выплаты на данный момент по линии соцзащиты получили уже более 800 семей в Волгоградской области, чьи дома пострадали от паводка. Суммы адресной материальной помощи разные, но не превышают 50 тысяч рублей. Обширная спортивно-развлекательная программа подготовлена для любителей футбола, которые 21 апреля отправятся на Волгоград-арену, чтобы посмотреть первый тестовый матч. По задумке организаторов, по дороге на стадион болельщиков будут ждать выставки, палатки с едой и сувенирами, различные интерактивные площадки. На территории Волгоград-арены тоже должно быть весело готовиться развлекательная программа. На первом уровне стадиона будут работать точки питания. Пока же в преддверии субботней игры Волгоградского ротора и дальневосточной команды «Луч энергия» вокруг футбольной арены развернута активная деятельность по завершению того, что не доделано. Через трое суток к стадиону начнут стягиваться тысячи болельщиков. Так что чиновники городской администрации инспектируют, рабочие бодро работают, горожане фотографируют происходящее и все верят в чудо. Невиданные ускорения наблюдаются буквально со всех сторон стадиона. У физкультурной академии, где намечается новая асфальтовая дорожка, и в районе нулевой продольной, у Волги, где отделывают лестничные подъемы к арене и ведут еще целый ряд работ. Кровососущую мошку в Волгоградской области начнут травить в мае, когда яйца насекомых станут личинками. На этой стадии развития как раз наиболее эффективна ларвицидная обработка. По итогам мониторинга, который провели ученые Волгу, выяснилось, что местами наибольшей концентрации яиц мошки на сегодняшний день являются ереки Волго-Ахтубинской поймы в границах Среднеахтубинского района, а также берега Волгоградского водохранилища. Используют такое защитное мероприятие, как внесение инсектицида в водоемы. Это мероприятие проводится против личиночной стадии мошки. И чаще всего используют биологический препарат, который не оказывает негативного влияния на нецелевые объекты водной экосистемы. Помимо ларвицидной обработки водоемов, комплекс мер по избавлению гостей чемпионата мира от атак Волгоградской мошки включает в себя дезинсекцию общественных мест, лесопарковых зон, туристических маршрутов, а также гидрологические мероприятия. Муниципальный фильтр должна проходить любая переделка фасадов зданий в Волгограде. Так считают в городском департаменте по градостроительству и архитектуре. На рассмотрение местной думы внесен проект решения об утверждении порядка предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта. В случае, если депутаты документ примут, то владельцам и пользователям зданий, помещений и квартир придется согласовывать все, что они хотели бы расположить на фасадах. Навесы, блоки сплит-систем, спутниковые тарелки, вывески и прочее. Как отмечено в проекте решения, новшества хотят ввести в целях формирования силуэта, архитектурно-художественного облика и композиционной гармонизации Волгограда с учетом требований по сохранению историко-культурного наследия. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин